В мире кораблей есть такая техника, к которой нужен особый подход. Именно к таким кораблям относится новая ветка эсминцев Европы. Специализация новичков — артиллерия. Но есть нюансы. О них и о том, как играть на новобранцах игры, мы и поговорим в этом видео. Обязательно смотрите его до конца, и вы узнаете, в чём их сила. Эсминцы Европы наряду с кораблями «Пан Америки» и «Пан Азии» можно назвать сборной командой. Тут есть корабли, представляющие военно-морские силы Турции, Польши, Греции, Югославии и Норвегии. Правда, стоит оговориться, проекты эсминцев эти страны заказывали у других морских держав. И не удивляйтесь, что при виде новичков у вас может возникнуть чувство дежавю. Как мы уже упомянули в начале ролика, специализация эсминцев Европы — артиллерия. Корабли этой ветки — обладатели скорострельных пушек калибра 120, 139 и 140 мм. При этом стреляют новички исключительно фугасами. Данный тип боеприпасов способен наносить приличный по меркам класса урон, но при этом имеет не самые высокие показатели бронепробития. Также не самое высокое у эсминцев Европы и время вращения башен ГК. Но модернизация и соответствующий навык командира помогут поправить ситуацию. Что касается торпедных аппаратов, то обычно у эсминцев-артиллеристов они выполняют роль вспомогательного вооружения. Похожая ситуация и у героев нашего видео. Торпеды тут на фоне одноклассников имеют средние параметры дальности хода и низкие показатели урона. При этом, как и у эсминцев Европы первой ветки, торпеды новичков обладают внушительными скоростными качествами. Так, например, у «пятёрки» эсминца «Муаве Нет» скорость хода данного типа вооружения — 72 узла, а у «десятки Гдайнс» этот показатель уже 86 узлов. Если скорость хода торпед и роднит две ветки европейских эсминцев, то вот противовоздушная оборона, наоборот, чётко их разделяет. Тот же «Халланд» можно смело назвать грозой авианосцев. В то же время, как при игре на «Гданьске» нужно быть крайне внимательным при атаках с воздуха. Не самые высокие у европейцев и показатели маскировки. Тем не менее, из-за специфики ведения боя, о которой мы поговорим позже, мы всё равно рекомендуем улучшать этот параметр. Так, например, всё тот же «Гданьск» в базовом состоянии виден противникам с 9,1 километра. А с системой маскировки и навыком командира этот параметр снижается до 7 километров 300 метров. Пожалуй, ознакомительная часть с новой веткой была бы неполной без рассказа о снаряжении. Аварийная команда «Дымогенератор» и «Форсаж» — таков базовый набор для всех новичков. А начиная с эсминца 8 уровня, сюда добавляется поисковая РЛС. Дальность действия этого снаряжения 9 километров при скромной продолжительности работы в 10 секунд и достаточно быстрой перезарядки длительностью до 1 минуты. Ну а прямо сейчас самое время сделать небольшую паузу и показать оптимальный набор модернизаций, который позволит эсминцам Европы комфортнее чувствовать себя в бою. Эсминцы Европы достаточно необычные артиллеристы. Они не столь эффективны, как, к примеру, «Клебер» или «Дельный» могут с помощью манёвра и скорости избегать попаданий и при этом наносить урон. У них нет хорошей маскировки, чтобы чередовать скрытные торпедные атаки и обстрел противника из выгодных позиций под дымовой завесой, как, например, артиллерийские эсминцы Японии. У европейцев нет ремонтной команды. Нет у них и особой схемы распределения очков боеспособности, как у тех же французов. Ещё новички — не самые манёвренные корабли в своём классе, особенно по части перекладки рулей и радиуса циркуляции. Как же с такими особенностями проявить себя в бою? Ну, во-первых, из-за высокой заметности на эсминцах Европы не стоит с первых минут боя идти в авангарде своей команды или, как минимум, делать это при поддержке союзников. Во-вторых, действуя в том или ином участке карты, всегда анализируйте окружающих вас противников. Ваши злейшие недруги артиллерийские эсминцы, имеющие хорошую маскировку, скорострельные крейсеры и корабли с поисковой РЛС. Попав в их прицел, вы, скорее всего, потеряете львиную долю боеспособности или вовсе отправитесь в порт. Если же всех упомянутых противников нет поблизости или они, как минимум, не будут акцентироваться конкретно на вас, то можно постараться поставить дымовую завесу, выбрать противника и попробовать реализовать свою огневую мощь. Пользоваться поисковой РЛС на эсминцах Европы тоже нужно грамотно и в определенных ситуациях. Например, когда вас обнаружил скрытный эсминец. Тут принцип достаточно простой. К примеру, с прокаченной маскировкой эсминец 10 уровня Гданьск виден с 7,3 километра. Дальность действия РЛС, как мы уже говорили, 9 километров. Следовательно, европеец в случае обнаружения гарантированно сможет подсветить себе подкравшегося противника. Безусловно, короткое время работы, вероятнее всего, не позволит вам полностью потопить неприятеля. Но как минимум отогнать и показать его местоположение для своих союзников вы точно сможете. Также работающая РЛС может помочь в ситуации, когда необходимо добить потрепанного противника, который пытается скрыться. Что касается торпед, то благодаря своей скорости они могут создать эффект неожиданности для целей, которые не ждут опасности от этого типа вооружения. Ну а чтобы торпедные атаки были успешны, необходимо предугадывать действия противника и учитывать свою высокую заметность. Зачем это нужно? Ну, например, заметивший вас линкор постарается совершить манёвр, избежав или сведя к минимуму число попаданий. А с учётом скромного урона торпед, такую вылазку можно смело считать провалом. Не будем лукавить и скажем, что новички — не самые простые корабли. Играя на них, вам нужно отлично знать повадки как собственного корабля, так и хорошо понимать, на что способны ваши противники. Бои на европейцах — это всегда глубокий анализ положения дел на карте. А если вы научитесь читать игру, использовать свой корабль там, где необходимо, то эсминцы Европы станут грозным оружием в ваших руках. Покажите, на что вы способны в мире кораблей, командир! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова